Вот это вот маленькое нечто. Я, если честно говоря, подозреваю, что это ребёнок кипсиков-гигасов. А из тех самых яиц, которые они откладывали почти год назад, я тут решила разобрать их старый террариум, и чтобы посадить их снова туда. А так как они опять начали спариваться, вот я хочу попробовать их опять развести. Вот, перекапывала грунт, куча скорлупок от старых яиц пустых и живущие там сороконожки. И вот среди нескольких литров грунта я вот нашла вот эту козявку. Она действительно козявка, потому что вот она, это зубочистка. То есть её размер. Я не могу понять, у неё ножки только передние, то есть у неё не на всю длину тельца ножки. Я не знаю, как выглядят малыши и кипсиков. Вот, и чего мне с ней вот делать? Она такая маленькая, выжившая. То есть, видимо, всё-таки по количеству сегментов это вот кипсяк. Очень маленький кипсяк. И вот он такой. Буду показывать теперь всем и спрашивать, кто это. Я не знаю, как его растить. Но, по-моему, он сам справится. То есть надо его сейчас посадить будет в специальную какую-нибудь маленькую баночку, чтобы он не потерялся. Ну и что-нибудь давать ему поесть. Вот. Так что так. А ещё, думаю, может быть, отнести его в зоопарк, в этот, в инсектарий, чтобы они его там вырастили где-нибудь. Хотя он такой малюсенький. Вот. И вот он, похоже, это единственный, кто выжил там, вылупился. Потому что других яиц там просто нет. А все пустые. Вот, например, скорлупочка лежит. Сейчас я её... Вот она, жёлтенькая. То есть их очень много лежит. Вот этих вот. Они пустые. Просто пустые яйца. Такие полупрозрачные, жёлтого цвета. Их там десятки. Видимо, всех маленьких личиночек съели вот эти сороконожки, костянки рыжие. И... А эту не съели, не нашли. Вот он маленький, ходит такой. Это миленько. Кто бы он не был, но он миленький. На-на-кифсичок. Вот такой. Будем его холить или леять. КОНЕЦ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...